Подарок каждому ребенку из приюта. В Одессе волонтеры и предприниматели объединились, чтобы в празднике никто из детей не остался без внимания. И установили сразу три национальных рекорда. Какие именно, расскажут мои коллеги. 111 627 развивающих настольных игр и наборов для творчества совсем скоро отправят в приюты по всей стране. По подсчетам волонтеров, примерно столько детей живет в интернатах, и ни один из них не должен остаться без подарка. Мы будем распределять это по интернатам, приютам. Также мы будем распределять различным категориям социально незащищенным. Это многодетные семьи, это семьи с малым достатком. Идея принадлежит компании по производству этих самых игрушек. Они бесплатно предоставили свою продукцию. Идея самой этой акции пришла нам с отцом в честь святого Николая. Меня зовут Николай, владелец всего этого торгового дома, мой отец. И он решил, что он хочет сделать именно в этот день подарок всем деткам. На возведение огромной пирамиды из игр волонтерам понадобилось больше пяти часов. И это самая большая гора подарков в Украине, которую зафиксировали представители Книги национальных рекордов. Мы имеем 7,70 ширина, 8,70 довжина, а высоту будут замерять геодезисты с профессиональным прибором. Сейчас мы подойдем к геодезисту и узнаем, какая высота этой пирамиды. Будет рекорд? Так, за всеми параметрами это будет рекорд. Вышло даже три рекорда. Самая высокая пирамида из детских настольных игр 6 метров 65 сантиметров. Наибольшее количество игрушек более 100 тысяч. И самое большое количество игрушек, переданных благотворительному фонду. Более того, все три рекорда претендуют на Книгу Гиннеса. Заявки подадут в ближайшее время. Екатерина Валянская, Игорь Казанджи, 7 канал.